Господа, я думаю, все вы прекрасно знаете такой сайт, который называется Автору. Вы там можете купить новый или бэушный автомобиль. Также вы можете на Автору проверить свой автомобиль по базе данных. Есть так называемые отчеты у Автору, которые хранят в себе всю информацию на автомобиле по доступным базам, а также по объявлениям, которые ранее были выставлены на Автору. Работает это очень легко. Вы можете перейти по ссылочке в описании, как и я, и попасть на вот эту самую страничку, где у вас будет одна единственная графа, государственный регистрационный номер или ВИН. ВИН у нас, к примеру, вот я здесь на кузове. Мы сейчас его быстренько вбиваем и находим действительно наш автомобиль. Вы смотрите, он 2006 года выпуска, 1.7 двигатель, как мы точно видим, и в нем желтый цвет. Соответственно, смотрим отчет. Она была на учете на двух юридических лицах, потом уже пошли физики всего, владельцев у нее 5, я 6. У нее даже, возможно, был скручен пробег, одно было ДТП и самое главное, конечно же, она не участвовала в такси и карширинге, что самое важное. Так что, как вы видите, очень интересный отчет, и мы видим в шестом году, вот она продавалась, булочка с кунгом была. Какая красавица! Вы посмотрите, и была она, естественно, как мы видим в подкапотном пространстве, оранжевого цвета. Замечательно выпал автомобиль, замечательный сервис по проверке автомобилей. Так что, в любом случае, если вы даже не покупаете машину, зайдите на автору и проверьте свой собственный автомобиль. Как знать, всех нас могут ожидать приятные, а иногда и очень приятные сюрпризы. Все ссылочки на автору и на сервис проверки автомобилей во автору будут в описании. Господа, здравствуйте! Начинаем мы с вами вот так с бухты-барахты сразу в джаггер-гараж. А как вы видите, у нас есть то, что пока никаким образом сюда не поместится. Смотрите, так что мы видим. Разница, конечно, несущественная в целом. Причем диски, они и те же. По-моему, это даже 15-е Maxis, я уж не помню. 15-е, да? Ну, то есть, как раз под эти диски купили резину. Вроде как все, казалось бы, совпадает, но почему-то нет. Арки маловато, да? С чего начнем? С болгарки? На самом деле нет. Начинаем мы совсем с другого. Потому что, смотрите, мы думали вот это поставить, вот это поставить. Был еще другой вариант. Вот что у нас здесь, смотрите. Тоже вроде подходит нарядненько, да? Но все это уже было. И хотя мы и строим то, что уже было, но тем не менее, по другому принципу. Во-первых, самое простое. Вот это Нива-подвеска. Вот она. Вот это Нива-подвесочка. Смотрите, какая она шикарная. Смотрите, это у нас верхние рычаги, да? Это не очень похоже на то, что будет держать 37-е или 38-е на ходах. Не очень, да? Совершенно верно. Вообще на это полностью не похоже. Рулевые, смотрите. Как-то, честно говоря, так. Неплохо, но только в таком формате. У нас будет конфиг, как я уже и говорил в прошлой серии, такой же, как у Копейки из Off-Road SPB Minion 2. Все, кто прикасался к той Копейке, все абсолютно люди, они строят себе такую же тачку. Саня Павлов купил сейчас себе Bentley и будет строить такой же конфиг, как у Копейки. Я купил себе длинную Ниву и буду строить такой же конфиг, как у Копейки. Оказалось, что у Z в сочетании с патруль-мостами и небольшими колесами, вот такими, 38-е, а мы, вероятно, поставим вообще 37, оказался супер эмоциональным. И понятно, что в Off-Road, честно говоря, в данном проекте это прикрытие. Прям вот, ребят, мы типа на Off-Road. Хотя во главу угла, безусловно, ставится, что эмоциональность, V8, раздача на заднем приводе, выхлоп, ра-та-та-та-та-та-та-та и хода. Хода, хода как у самой подвески, так и у прохождения препятствий. Мотор здесь стоит у нас пока что сток. Это вот, это вот. Очень неплохой мотор, мы его кому-нибудь отдадим обязательно. Но у него загорелся чек, он троит. Решение есть. Вот оно. Знаете, от слова UZ уже у многих начинается аллергия, бомбит, поэтому давайте будем политкорректными. Это V8 на 300 лошадиных сил. Хорошие, проверенные, надежные V8, которые мы, кстати, отхватили за 75 рубасов вместе с коробкой. Опять же, в проверенном источнике, в котором мы покупаем все до этого двигателя или двигатели, уж вот не знаю, как вернее. V8, собственно, третий UZ-FE, плюс шестиступенчатая коробка к нему сзади, набор в виде монтажного блока, немного коз, немного мозгов. Все это вот сейчас весело, собственно, поедет. Многих бомбит, ребята. Почему, типа, UZ, почему, Костя, у тебя что, в мире нет других моторов? На самом деле все очень просто. За 75 тысяч рублей, но это было, видимо, еще по старому курсу взято. Это сейчас я не гарантирую, что столько получится, сейчас они где-то 100-100 с хвостом стоят. Я у Z, на всяком случае, всегда, знаете, побольше набираю. Это 300 лошадиных сил. Допустим, в этом бюджете это еще адекватная цена, хотя все равно немного меньше, чем в среднем рынок. Плюс дикая надежность, плюс он низовой. Что очень хорошо, когда у вас большие колеса, и когда нужно именно весь момент прямо сразу, чтобы приваливало на колеса. То есть это, типа, незаменимая фишка. Дальше, если вы хотите купить другой мотор, американцы и прочее, где делать ему электрику? Где взять на него переходные блоки на спидометр и прочие куча-куча датчиков, непонятно. В случае с этим двигателем вы просто заходите в паблики ВК на сайте, или просто делаете звонок в тот же DM-гаджет, и все приезжает моментально, за абсолютно божеские деньги. Есть куча людей, электриков, кто знает, как это все скрестить в любых комбинациях, с любыми донорами, не будет никаких проблем. Что делать в случае того же ЛСа? Во-первых, копить деньги, потому что ЛСом войдется в 200-300 тысяч рублей такой же мощности. А если вы хотите двигаться в 500-600 сил, готовьте лям. Готовьте лям, из которых 700-800 у вас уйдет на мотор, и остальное на коробку, электрику. Но это просто дикие деньги. Причем за это же лям есть способы купить совершенно другой двигатель, уже вместе с коробкой, уже с электрикой, на так же 500-700 сил. Но об этом в следующей серии проблемки. Продолжение следует... Есть у нас общее подозрение, что УЗ не влезет в собака сутулая в Ниву, хотя должен. Понятное дело, что можно двинуть моторный щит, можно увеличить морды там разные, но, короче, Мрелла хочется просто оценить масштаб трагедии. То, что он там будет стоять, это понятно в любом случае, ради к багажнике. То есть тут как бы казалось бы, нас там нужно совсем немного, плюс он же еще будет ходить, да, то есть это отсюда. 70, ну вот смотри, давай так прикинем. Ну вот я оставляю здесь типа 5 сантов на то, чтобы он ходил до края чего-то. И вот так, 72. Ну вот этот ты никуда не денешь. Денешь? И тут назад он ходить не будет, если сделать кордон нормальной длины передней. 70-72, короче, пойдем померим. Твои ставки, сколько, давай сразу спросим, сколько не влезает в сантиметрах? Нет, самое интересное, что вот здесь мы юбочку убираем, у нас не влезает. Юбочку убираем-то, безусловно, но здесь и без нее. А ты сюда сразу хочешь? Это мы все вообще аннулируем, то есть заранее. Ну да, поперечину тоже срежем, это вообще не проблема. Ну да, что это намерен? Я не понял. Ну хорошо. Не, поперечина, мне кажется, вообще не проблема. Но она мешает трендец. Она мешает, если ее удалить, то мы можем. Короче, 5 сантов надо от кого-то нарулить. Да, ну и с солнцем. Да, из салона. Да, да, да. Нет, можно вот здесь повесить вообще без проблем. Гараж 54 никто не отменял. Две рельсы, которые мы сейчас украдем на ветке, ЖД срежем, действующие желательно просто. Вот здесь висящие. Но это немножечко не то. Немного длинный кардан. 5 сантов. 5 сантов это дофига. И там боль будет даже не на коллекторах, а на смычке, как всегда, рулевого с коллекторами. Паскуда. Потому что здесь коллектора, и здесь должен же еще пройти кардан рулевого, потому что рулевое спереди. И вилы. Все. Это то, что очень удачно избежали с 24-й Волги, потому что рулевое сзади стоит, и оно вообще как бы там не касается. И там коллектора вот так к лонжу в упор идут, но всем все равно, потому что нет рулевого. А здесь еще и кардан, его мать, пролетит. Ну, все, заканчиваем это. Несмотря на все поиски кузова для Нивы, которые длились месяц, и казалось бы, около идеальный вариант, все равно он немножечко гнилой. Но Нива не была бы Нивой, наверное, если бы не гнила сразу после завода. У нас есть дырка в районе правой ноги, то есть в районе педали газа. Так вот случилось. Просто от времени, уж не знаю, никакого удара, ничего, все-таки она не была бита. Действительно, это нормально. Но благо есть выход из ситуации, потому что коробка УЗ-овская сильно больше коробки ВАЗ-овской, и таким образом здесь тоннель все равно будет расширен, и как бы с этой темой вроде как обошлось. Пороги все на грани, и в целом Нивовская вот эта вот, знаете, архитектура автомобиля, она, конечно, вызывает скорби. Потому что есть короткая Нива, в которой есть некие усиления кузова. Вот оно раз в короткой Ниве, вот оно, а второй топор есть в короткой Ниве, вот этот вот? Он же, по-моему, тоже один. То есть там вот в короткой Ниве, ну да, реально, пацаны, есть вот так одно и второе. Мы такие все думали, что эту Ниву, наверное, увеличивали в одну сторону, вот туда. Поэтому у нас есть площадка для крепления тяг моста от короткой Нивы, и уинч вторая, которая уже отлично. Просто паразитно она еще сюда закреплена, выполняющая роль распила бюджета, вероятно, или усиления кузова. Но при этом еще и добавлен второй вот этот топор, который всегда сгнивает, потому что под него поддомкрачивается, соответственно, он также сгнил. То есть такое ощущение, что ее расширяли не только туда, но и туда вместе с собственным сознанием расширенным. В общем, так или иначе, здесь, конечно, колхоз на колхозе. Просто вот эта вставка в лонж, ну это просто гениально. Вот тут еще одно, то есть оно вот распилено здесь, 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 здесь. То есть это просто жесточайший колхоз. Назвать это какой-то серийной машиной, если бы мы не знали, что оно таком было, не получается абсолютно. Вот они как-то все это... Понятно, что их логика ясна. Нужно было их использовать, как уже можно, большее количество имеющихся агрегатов. Сделать к этому какие-то еще надставные вот кузовные панели и так далее, которые тоже... Кузовная панель вот этого тупо внахлест с этой. Они не шов в шов, они не встык. Люди обои в квартирах клеят аккуратнее, чем они собирают машины. Просто железо на железо. Открытый нахлест друг на друга. Естественно, он там будет ржать с жопа. Спасибо АвтоВАЗ, что подарил нам этот автомобиль, но получилось красиво. Молодцы. Знаете, там у соседнего бокса Бентли стоит, там тоже есть, что рассказать. Но у них там был кокс по забористе. Здесь просто не было ничего, даже денег. Но они при этом что-то сделали. Неплохо. Крокодил, видимо, пятидверная Нива, сделан так же. Вот это количество нахлестов, листов железа друг на друга. Невероятное. Она вся просто соткана из лоскутов. Через это никакой жесткости кузова никогда у этих машин быть не может. Автоматически. Вариант какой? Дело сейчас то, чем занимаемся здесь, ну, как не мы, конечно, Иван Жагергород, капитан Григорий тут, все тут барагозит с этим. Собственно, все это срезается и под все это заводится или интегрированное, или отдельно стоящее на подушках рамо, как уж, грубо говоря, кому удобнее. В нашем случае, дядя Вань, ты любишь интегрированные рамы. Соответственно, здесь будет просто всего еще наварено побольше железа так, чтобы это все было жесткое. Если это оставить сейчас вот так, под УЗе там просто на первых же стартах кузов сделают как вот фуры, знаете, когда спортивные на кодре, и у него передний мост уже вот так будет. Ну, и дверь откроется на ходу. В общем, нам этого всего не надо, поэтому кузов, по сути, просто оголяется и проваривается. Субтитры сделал DimaTorzok как мы и говорили, Нива серьезно крепчает, потому что невозможно оставить этот кузов в таком состоянии, в каком он был с завода. Он просто не выдержит никаких нагрузок. Даже в первой серии, когда мы прыгали, еще раз я говорю, меня удивило, что после прыжков ты начинаешь ехать по ямам на Ниве и смотришь, что у дверей зазоры гуляют. То есть, это было желе. Соответственно, что мы теперь имеем внутри? Хотите, называйте это лонжероны, хотите, называйте это усиление, хотите, называйте это интегрированная рама. Да, по факту, это огромное количество железа, которое, по сути, будет нести на себе всю нагрузку. То есть, кузов сверху, он безусловно останется и будет какую-то часть жесткости оказывать, но все остальное, естественно, приходится переделать. Это и новые пороги, и новые лонжероны посередине, и это еще далеко не все. Плюс лонжи усилены, действительно, от самого хвоста, практически от фар. Вот даже это все, вот это все, вот так, и пошло это все, 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 абсолютно новое. И заканчивается она только вот здесь, вот там, где кончится задняя ось. После нее уже идет такое, менее злое, но все равно усиление уже до еще одной поперечины, и только-только вот здесь, где-то уже заканчивается, и это можно, самый хвост, оставить более-менее заводским. Из этого просто потом приведя трубу усиления к силовому бамперу, потому что в кузовной машине фактически кузова не было. Вот так, господа, устроен автобаз. Это, конечно, не отменяет то, что именно через это Нивы очень легкие, компактные, очень прикольные, и если просто не давать них лютую нагрузку, а ездить на стоке, все с этим более-менее нормально живет. Но вся проблема Нивы заканчивается в том, что люди, когда видят их низкую стартовую цену, так сказать, покупки, потому что Нива можно довольно-таки бюджетно взять, хоть за 50 тысяч рублей, и дальше на нем хочется на оффроуд. Современный оффроуд уже весь лютый, все превосходит Ниву там в два, в три раза, абсолютно по всей геонетрии, по размерам, по мощности и так далее. И попытаться подпихнуть это все в неподходящий кузов, естественно, бессмысленно. Поэтому, чтобы все было нормально, мы сразу делаем лютейший кузов, который по своей прочности будет реально соперничать с оригинальным Ford Raptor. По нашему любимому УЗ-у и трансмиссии. Смотрите, какая у нас есть нарядная штука из Казахстана. В Казахстане есть, кстати, очень интересный мужчина, когда все вот это вот мы еще только стали разрабатывать, еще на Миньоне, когда строили копейку, он нам уже писал и предлагал нам свои переходные плиты. Дело в том, что мы берем УЗ, который под заднеприводную раздатку. Полного привода на УЗ-ах на хорошей раздаче собственно не было у Тойоты. Поэтому все, что здесь доступно, это, грубо говоря, полный привод, как у антигелика. То есть это постоянный полный привод на мухте, которому ничего хорошего на оффроуде, естественно, не будет, не случиться и не может, а как таковой понижайки не было вообще. То есть, соответственно, нам нужно было что? После этой коробки ставить какой-то понижай. Какие варианты? Понижает шишиги или патруль раздача, как это реализовано в Миньоне? Мы решили ставить опять же патруль раздачу, но не через промвал, как у Нивы, то есть когда идет коробка, отсюда кардан, здесь раздача и дальше же кардан на задний мост, а через переходную плиту, которую, опять же, очень матерый, крутой мужчина в Казахстане льет лично из алюминия на своем мини-производстве. То есть это у нас штатная УЗ-ная заднеприводная коробка, шестистук в данном случае. На него вешается вот сюда переходная плита. Хвостик УЗ-ной коробки у нас снимается, остается, он нам более не нужен. Вот как это было, теперь вместо этого стоит вот это вот. И для этого рецепта нужен еще один секрет. Это хвостик автомата от патруля. То есть это автоматная коробка от патруля, была, от которой заднюю крышку также сняли, и теперь все это вот сюда, вот так одевается. По-моему, практически вот так. Секундочку. Two hours later. А, простите, небольшая заминка на... Ну, да, серьезно. И да, это серьезно. Не будем это вырезать. Есть такие моменты. Ну, что же, мне тоже надо побольше спать. Короче, вот так это сюда приколхоживается. Все, верно. Вот так это сюда ставится. И, соответственно, к этому уже нахлобучивается патруль-раздатка, которая у нас лежит вот там на заднем плане, такая же, как стояла в миньоне. В итоге мы получаем гибридный моноблок. Ну, на самом деле, нет, не моноблок, потому что моноблоком считаются коробки, у которых масло одно и в самой коробке и в раздатке. В общем, здесь гибридно в одном корпусе через переходную плиту будет собрана УЗ-ная коробка, хвостовик от патрулячьего автомата, то переходная плита и механическая раздатка от самого патруля. И после этого уже будет идти кардан сразу на задний мост. Вот такая интересная схемка. Кстати, опять же, по новостям от мужчины из Казахстана, скоро он будет лить из алюминия уже сразу весь блок вместе. Переходная плита с вот этим хвостовиком, потому что этот хвостовик от патрулячьего автомата очень редкий и только сама эта деталь стоит 20 тысяч рублей. И найти удалось, опять же, только в Казахстане. Огромное спасибо за помощь, потому что в Питере вот мы ее найти не могли. Все предлагают сразу автомат в сборе за 60. Это, конечно же, бред. Ну, в общем, в этот раз у нас будет решение такое, по идее, более правильное. Хотя и промвал тоже вполне себе. Если бы мы его сюда ставили, было бы работать. И все, было бы нормально. А, естественно, здесь вот еще, опять же, это еще стоит переходник со шлицов Тойотных на шлицы патрулячьи. Потому что, опять же, ширина вала вот этого, она отличается у Зета и у патруля. Все, все это приезжает одним китом и будет жить счастливо. По итогу всех работ, смотрите, передний мост встал на клюшке. Причем здесь все на самом деле не так просто. Рулевое управление. Сошечка. Вот эта вот. Она взята от криворукого рулевого управления, что дает выгиб этой сошечки вот сюда. И получается очень нарядно, потому что это дает, смотрите, какой сумасшедший вывод. Ну, это из простого. Из сложного это поддон. Потому что для многих большая проблема с УЗетами это как их скомпоновать сам вот этот УЗет В8 с мостом. Потому что, как вы видите, мотор и мост непосредственно под самим мотором. А мост, как мы знаем, должен иметь очень такие себе неплохие хода, если мы говорим про бездорожье. Тут каких только производителей ухищрений не допускают. Потому что есть у того же УЗет несколько типов поддонов. Есть вот, когда вот эта штука смещена сюда, так называемый передний поддон. Есть так называемый задний поддон. Есть так называемый средний поддон. В нашем случае он задний. И как вы видите, он висит практически над самим мостом. Но удивительно совпало вот это все смещение самого поддона со смещением яблока редуктора у самого моста. И поддон удалось только вот так чуть подварить, чтобы вот здесь вот было место для хода самого яблока редуктора, чтобы сам мост в него не бил в этот поддон. И в остальном он прям совпадает. Это фактически чудо. Потому что, если брать передний поддон, он будет торчать сильно сюда. Это неприятно, нужно будет ему делать защиту. Это уязвимость для бездорожной машины в любом случае. Здесь поддон у нас за мостом. Докопаться до него льду всему и прочему практически невозможно. Перед ним еще будет, как вы видите, панара, перед ним еще рулевой, перед ним еще куча всего. То есть до этого поддона ничего никогда не достанет. А этот небольшая срезка, но это даст уменьшение просто объема масла в самом поддоне, что не критично для V8. Этого масла там будет и так до шиша. Плюс это не тот мотор, который едет в поворотах долго и что-то здесь будет отливать. Ну, в общем, все с ним будет в порядке. Дальше. Сам мост у нас крепится кузову, естественно, на клюшках. И клюшки эти у нас от рейндж-ровера. Ребята, британцы делают вещи, потому что только у Пегаса, это рейндж-ровер, получается, у нас второго поколения, это Пегасик, у него клюшка, смотрите, с каким изгибом. И опять же, на вывороте у нас колесо будет раньше упираться в лонжерон, который вот здесь торчит даже больше, чем сама клюшка. Плюс у этой клюшки огромные сайленблоки, они очень хорошо расположены. Короче, все будет правильно ходить, правильно работать. Есть вероятность, что это будет немножко раньше гнуться, чем какие-то более злые клюшки, но лучше будет гнуться клюшка, чем все это будет вырывать из кузова, если мы уже будем так жестить. Потому что, напоминаю, машина будет все-таки прыгать. И если она не проехала какое-то препятствие, значит, плохо была нажата правая педаль. Еще одна позитивная новость, что практически не пострадал центральный ТДЛ. По поводу этого были с самого начала большие сомнения, потому что, сами понимаете, когда у вас Нива-коробочка маленькая, Нива-раздаточка, которая на подвесной Нивы все маленькое, потому что мощность небольшая, поэтому центральный туннель никто большим в Ниве не делал. В этом не было никакой необходимости. В нашем случае встает чудовищный мотор с огромной коробкой, УЗ-ные коробки от природы очень большими. За ними встает огромная патрулевая раздача. А мы оставляем барабан, дядя Дюаня, как ты считаешь? Да, конечно, сами тебе руки взяли. А нужен он прям? Хотя, если мы его берем, нам это ничего не даст, потому что за ним все равно корпус раздаст. Ну окей. А так у нас будет трансмиссионный ручной тормоз, который, по идее, будет меньше загрязняться, чем вот те, типа больше работать. Ну и все-таки, когда у вас разнесены эти системы, по идее, это больше безопасности, что, конечно, очень важно в мощных проектах, когда вы прыгаете на саду 2 метра. Безопасность ручника это прямо во главе угла. Ну, короче, центральный туннель остается свой. Немножечко он увеличится, незначительно, а значит, через это не будет перекраиваться салон. Значит, кресло будет стоять там, где они стоят, педальный узел будет стоять на месте и все складывается очень нарядно. Нива остается нивой. То есть, знаете, это не превращается в некий вот такой кастом-слипер, когда, по сути, все внутри уже перекроилось, все по-другому. Здесь все очень нарядно. Плюс при этом, поскольку у нас все выполнено, как я вам раньше говорил, через переходную плиту, нет промвала, раздатка двинулась чуть ближе к основной коробке передач, к родной узетовской. Таким образом, длина заднего кардана у нас получается отличная. А чем длиннее задний кардан, тем меньше у него углы, на которых работают крестовины. Тем больше их надежность, тем больше возможности, значит, что когда это все будет прыгать и мост внизу, типа как сейчас он подвешен, вот излом кардана будет такой. На этой длине это вполне себе нормальный подход. То же самое у нас получается и с передним карданом за счет того, что машина длиннобазная. Передний мост у нас получается чуть-чуть уехал вперед, буквально незначительно. Но передний кардан тоже у нас вполне себе адекватной длины. Ничего не будет ломать, а значит, что наши все прогнозы на то, что это будет жить, они прям, ну, самые позитивные. Прям будет очень интересно. Все-таки, если бы это была короткая Нива, так бы не получилось, потому что мост стоял бы уже где-то вот здесь, наверное. Ну, было прям бы, наверное, печальненько. Хотя, может быть, через это бы она лучше проходила рампой, но с другой стороны, короткая Нива в прыжке она была бы замечательная. Она всегда приземлял бы на фары, что очень удобно. Пришлось бы туда тележки, колесики от тележки ставить на морду, чтобы она еще вот так дальше катилась и потом тут. Ну и колес. Короче, все здорово. Здесь будут траверсы коробки. Это, по сути, нижняя будет точка самого автомобиля, которая все это будет сама собой защищать, чтобы ничего было не докопаться. В общем, ребят, мы все настроены на результат. Осталось приколхозить задний мост, понять уже, как это все окончательно соберется, будет работать и в путь. Ну и самое главное, посмотрите, как залетел УЗ. Интрига всего вообще этого видоса это как же встанет УЗ. Потому что, казалось бы, для многих на ютубе зрителей, которые уже привыкли, что все всегда везде помещается, на это все понятно. Оно поместилось бы в любом случае. Ясно, что нерешаемых задач не бывает. Вопрос, какой ценой? Потому что УЗ может встать вот так, а может встать вот так, что моторный щит нужно двигать сюда, а здесь печка, а что здесь, а поперечины пилить. И в итоге, как бы, да, оно все влезло, и, знаете, на быстросъемах вот так два крыла, морда и капот сверху пластиковый ставится. Почему бы нет? Но это все гораздо сложнее и, ну, не так, наверное, азартно, как просто взять и УЗ уронить в родную Ниву. Без удлинения, распилов, лонжи на месте стоят, коллектора к ним при этом встают на месте и так далее. Естественно, как я и вначале говорил, сюда встает исключительно один УЗ. Да, к нему еще, естественно, встанет рулевое, к нему встанут тормоза, а их отсюда практически никуда не перенести, но система охлаждения у нас торжественно двигается в жопу. Ну, автомобиля, естественно, я имею в виду, не то, что вы подумали. Она будет стоять там, радик будет стоять в кузове. Мы, впрочем, это знали заранее и именно для этого и взята компоновка с пикапом, чтобы часть этого кузова была занята радиатором, который будет стоять там и спокойно испарять свои киловатты тепла, куда ему только заблагорассудится. Таким образом, с охлаждением не будет никаких проблем, не нужно будет ничего не продумать. Там идеальная просто компоновка и все супер. Единственное, что да, через это, конечно, получится, что нужно тянуть туда вот все эти шланги под днище и так далее. Есть некоторые заморочки, но глобально мы получаем V8 без тотального распила кузова с полностью сохранением всего родного педального узла, который стоит там, где и был. Руль стоит там, где и был. Здесь не надо все переколхоживать. Печка, аккумулятор стоит на своем месте, бачок омывателя, все, что хотите. Нива остается Нивой. Да, сюда уже практически никуда не влезает турбина и прочее, но тем не менее, господа, это экономит не только нам сейчас время и силы, но и в целом дает такой позитивный результат, что да, УЗ можно поставить в Ниву без глобального просто раскрашивания всей машины. И это супер новость. Значит, дальше остается просто, ну дальше остается еще, блин, 99% работы, потому что агрегатирование крупных узлов это все обычно очень весело и кажется, что все так быстро происходит, прям завтра поедем. А вот окружить все это мелочью, теперь сплести все это 300 раз еще снять, поставить на место, наладить, чтобы все это стояло так, как должно было при вибрации, никуда не стукалось и так далее. Мне видится пару месяцев. Согласен. Лучше соглашаться на два, да, чем на один. Ну, собственно, так что, господа, через пару месяцев, то есть к осени, точно что-то у нас будет хорошо. Если повезет, то раньше. Но, как мы знаем, в таких делах можно всегда упереться в конце в что-то, типа какая-то деталь едет, типа по электрике, сейчас все заняты и так далее. В общем, ребятушки, учебный сезон. Мы с вами начнем вместе в прыжке. После установки задней подвески, как вы видите, проблем с дорожным просветом быть не должно. По крайней мере, сидящего на картах человека даже сбить трудно. Он еще какое-то время будет отсюда в виде парктроника стучаться в днище, что пора тормозить. Но дорожный просвет у мостовой машины определяется, как вы знаете, не расстоянием до днища, а расстоянием до яблока редуктора, который у нас, кстати, огромный. Поэтому мы получаем, в общем-то, не самые космические цифры. Каких-то жалких 33 сантиметра, может быть, даже 32. Это неплохо. Вроде сток просветший шиги 30, но мы все прекрасно знаем, что стоки они никогда не едут. То есть просвет есть, и он 32, не самый большой. Но при этом мы получаем сумасшедший, естественно, угол преодоления рампы, сумасшедшие светы. Потому что если там было сколько-то там, то спрыгивать с поребрика вы можете 84 сантиметра высота поребрика должна быть, чтобы вы с нее спрыгнули. То есть это реально по самые шары можно практически заезжать, и машина еще не будет особо положительнее, чем цепляться. Также существует будет еще средняя точка, это траверса, на которой будет лежать коробка, ее пока нет. Ну, до нее, я думаю, где-то будет полтишок, наверное. Но когда она встанет, тогда уже и померим. В любом случае, все очень нарядно. По задней подвеске у нас что получается? У нас получаются тяги. Почти А-образочка, можно сказать, но значительно лучше. Как вы видите, у нас яблоко редуктора чуть смещено, поэтому это все выглядит не совсем симметрично, но какая разница? Главное, чтобы это работало. Нет сайлинблоков в заднем мосту вообще. Одни ШАЭСки кругом. То есть чувство вот рулежки, связь водителя с поверхностью будет идеальная. У нас максимальные амортизаторы от УАЗа, которые только возможны по длине хода. Это УАЗ плюс 100 и чуть жестче, чем надо. И Нива пружины самые обычные, потому что, как вы понимаете, вес кузова над мостом сзади как был Нивовский, так Нивовский и осталось. Ничего там не прибавится, кроме радиатора с тасолом, который там будет висеть. Ну это килограмм еще 10-15. Поэтому эти пружины у нас родные Нивовские, а передние пружины у нас от 70-ки ландкрузера. В итоге все это, конечно, на первом выезде еще возможно что-то вскроется по настройке, но мне кажется, что из опыта Джаггер Гараж здесь все-таки максимальная комплектация и максимальный комфорт. Остается, по сути, что завестись, пару пайпов, ну тасол нам заливать не надо даже для первого выезда. Ну, как вы же понимаете, как надо срочно ехать. То есть, по идее, отделяет все вот это миллиард мелочей. Но самое главное, не вас будет строго таким, а и фары RedBTR. Ну это без этого не получится. Надо, кстати, сейчас пацанам позвонить. Фары RedBTR сразу, чтобы вот эти вот все побольше здесь диодов, что все прям сверкало. А это чтобы у вас себя было, как в Дагестане на Нивах, вот такие делают, красивые там, да, вот так вот что было. И тогда точно все получится. Компоновка получилась бешеная. Даже, мне кажется, более бешеная, чем вначале предполагалось, потому что, ну, на этой длинной базе вот эти огромные колеса прямо сработало. Эта Нива больше не смотрится крокодилом. То есть, действительно, она не вытянутая, вот такая, лежащая на брюхе, на вот этих вот двух вот наперсточках, которые в виде колес там крутились. Это полноценный, мать его, прямо Раптор. Смотрится диковато. Конечно, многие в комментариях писали, что есть колхоз. Что, типа, для Раптора слишком большие колеса. Ведь Раптор там, по-моему, на 34-х там или 32-х даже ездит и так далее. Что дает ему больше динамики. Естественно, это все легче. Через это оно лучше прыгает. Но это же русский Раптор. И если в Америке Раптор прыгает всегда по грунтовкам и грязям там практически никогда не видит, то у нас преимущественно все-таки это будет ездить по какой-то жиже. Поэтому есть пакет русских дорог плохих. То есть, это адаптированный для России Раптор. Когда тот сядет, мы продолжим ехать. Потому что в конце мы встанем вместе с Раптором и я вам говорю, там, где Раптор встанет, эта штука продолжит ехать. В этом и прикол, что это русский Раптор. И понятно, что по прямой, наверное, тот он там, по-моему, едет 4 с чем-то или 5 с чем-то секунд до 100. Он, наверное, уйдет. Но какая разница, когда дорога скоро кончится. Мы же все в России, господа. Поэтому русский Раптор однозначно должен быть таким, я считаю. В крайнем случае, никто не мешает нам вместо этих колес поставить поменьше. Вот это вот уж точно не задача, ребята, взять и купить другую резину. Проблем с этим не будет. Естественно, добавится динамика, добавится еще прыгучесть. Но вопрос, кому это надо, когда впереди, опять же, большая канава. Вы все прекрасно понимаете, о чем я. В общем, все замечательно. Внешка, как вы видите, не пострадала. Машину на данном этапе пока даже не нужно перекрашивать. Даже сохраняется целая морда. И здесь серьезно больше ничего не будет резаться. То есть, хотя, в принципе, я честно думал, честно думал, что вот это вот, мы стопудово выпиливаем, а эту функцию этой перемычки будет выполнять силовик, который здесь закрепится. То есть, видно бы не было ничего, по сути, но этой штуки бы не было. Однако, кузов, ну, как говорится, командир это сток. То есть, да. Кстати, на учете она стоит уже на мне. С ней все в порядке. Номера уже другие. Так что здесь все без проблем. Если кто-то будет купить, кстати, уже поступает предложение, что типа кто-то хочет один выкупить, а то другой. Но пока никто, в общем, денег не занес. Поэтому работаем на энтузиазме. Как говорится. Но напоминаю, за миллион триста, эта штука будет вытареть. Страшные вещи. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. Огромной вам всем удачи. И пока.